Меня зовут Дмитрий Максимов, я являюсь представителем оператора системы и сегодня проведу для вас обучение по работе в POS. В рамках вебинара мы рассмотрим такие вопросы, как что такое POS, для чего система нужна, способы подачи сообщения заявителям и разбор функционала учетных записей. Итак, что такое POS? POS – это платформа обратной связи, которая является подсистемой ЕПГУ в рамках федерального проекта единого окна цифровой обратной связи. Основная цель платформы – это быстрое решение актуальных проблем граждан, то есть любой житель региона может направить сообщения о проблеме, с которой он столкнулся, например, яма на дороге, не горит освещение на улице, снег зимой не чистит и так далее. Сообщения по уровню полномочий могут распределяться в федеральные органы исполнительной власти, в региональные органы исполнительной власти, в органы местного самоуправления, а также в организации, осуществляющие публично значимые функции. Существует три способа направить сообщения в POS – виджет на сайте ведомства, портал госуслуг и мобильное приложение госуслуги «Решаем вместе». Давайте разберем каждый из них по отдельности. Первый способ – это виджет на сайте ведомства. На экране представлен сайт Министерства цифрового развития, где мы видим, что виджет – это прямоугольный баннер, который находится на главной странице в пределах первой прокрутки. Данный виджет располагается аналогично на сайтах РАИ, ФАМСУ и организации. На баннере находится функциональная кнопка «Написать», при нажатии на которую открывается единая стандартная форма для подачи сообщения, которая в свою очередь поделена на несколько блоков. Первый блок – опишите ситуацию. В нем необходимо заявителю описать суть проблемы, с которой он столкнулся, при необходимости подгрузить файл, при наведении на знак вопроса можно ознакомиться с допустимыми форматами файлов. Файлов должно быть не более 10 штук, объемом до 10 мегабайт каждый. Далее – дополнительная информация. В нем необходимо указать регион подачи сообщения. Регион определяется автоматически, исходя из привязки к сайту. Если нужно поменять регион, то сделать это можно, нажав на функциональную кнопку «Нет другой», откроется выпадающий список, в котором можно выбрать нужный регион. Далее – классификатор. Классификатор в системе на сегодняшний день разработан трехуровневый. Это категория, подкатегория и факт. В данной форме представлен классификатор двухуровневый. Это категория и подкатегория. Необходимо выбрать категорию, допустим, это интернет-услуги, и подкатегорию «Жалоба на качество услуг». Далее необходимо указать адрес проблемы. Сделать это можно двумя способами. Первый – ввести адрес в поле адрес вручную, либо нажать на кнопку «Показать карту» и путем установки маркера на карте установить конкретную точку геолокации. Под картой находится чекбокс сообщения от имени юридического лица и поле «Провайдер». Данный чекбокс и поле являются дополнительными, настраиваются на усмотрение ведомства самостоятельно. Они необходимы для того, чтобы получить как можно больше вводной информации от заявителя в момент подачи сообщения. Под дополнительным полем «Провайдер» находятся два чекбокса. Первый – отображать сообщения на портале госуслуг в открытом доступе. Данный чекбокс является необязательным. Без его проставления заявитель может отправить сообщение, но если галочка установлена, то как сообщения заявителя, так и ответ на него со стороны ведомства будут доступны для просмотра всем желающим на тепловой карте. Тепловая карта реализована в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Второй чекбокс «Я соглашаюсь с правилами подачи сообщения» является обязательным. Без его проставления заявитель не сможет отправить сообщение в систему. Слово «Правилами» является гиперссылкой, при нажатии на которой открывается дисклеймер, в котором содержится регламент обработки сообщения в системе. В данном дисклеймере заявитель может ознакомиться со сроками рассмотрения сообщения в системе. Это 30 календарных дней по стандартным сообщениям и 10 календарных дней по сообщениям с категориями, у которых есть признак фасттрека. То есть данные сообщения будут рассматриваться в ускоренном порядке. Далее у заявителя есть возможность ознакомиться с причинами для отклонения сообщения. И в пункте номер 12 заявитель информируется о том, что сообщения, обрабатываемые в ПОС, не являются обращениями. То есть процесс обработки ответа не регулируется в 59-м федеральном законе. Коллеги, это говорит о том, что нет необходимости по сообщениям в ПОС готовить ответ на официальные бланки с печатями, подписями и так далее. Оставив чекбокс, необходимо пройти авторизацию через ЕПГУ. Это необходимо для того, чтобы принимать сообщения от реальных граждан и отсеивать спам сообщения. Далее сообщение направляется в систему и в момент отправки ему присваивается сквозной номер, с помощью которого данное сообщение можно будет найти в системе. Второй способ подачи сообщения в систему – это портал госуслуг. На данном портале находится универсальная форма для подачи сообщения о любой проблеме, с которой заявитель столкнулся. Эта форма решаем вместе. Сополняется данная форма пошагово. На первой странице находится общая информация, в которой заявитель информируется о сроках рассмотрения сообщения в системе. Далее необходимо указать регион. Регион также определяется автоматически, исходя из привязки к сайту. Если нужно поменять регион, то сделать это можно путем выбора нужного региона из выпадающего списка. Далее необходимо описать суть проблемы или предложения. Далее при наличии и необходимости можно подгрузить файлы к своему сообщению. Если таковых нет, данный шаг можно пропустить. Далее заявителю необходимо выбрать категорию и подкатегорию сообщения. Коллеги, обратите внимание, что данный шаг заявитель может пропустить. В таком случае категория и подкатегория у сообщения будут проставлены сотрудниками модерации на этапе модерации. То есть сообщение попадет к вам в ведомство с проставленными категориями и подкатегориями. Далее необходимо указать адрес проблемы. Сделать это также можно двумя способами. Либо ввести адрес в поле адрес вручную, либо путем установки маркера на карте указать конкретную точку геолокации. Далее появляется информационный запрос для уточнения информации у заявителя о том, есть ли ранее поданные сообщения, связанные с этим. Далее по аналогии с прошлой формой появляются два чекбокса. Первый чекбокс необязательный, второй чекбокс обязательный. Слово правилами является гиперссылкой, при нажатии на который открывается также дисклеймер с регламентом обработки сообщения в системе только в PDF формате. После проставления данного чекбокса сообщение отправляется в систему. Ему также присваивается сквозной номер, который не будет меняться в течение всего процесса обработки сообщения в системе. Важный нюанс, коллеги, даже если вы будете перенаправлять данное сообщение в подведомственную организацию или неподведомственную организацию, номер сообщения будет сохраняться. Также на портале Госуслуг представлены ряд федеральных форм, которые также позволяют подавать сообщения в ПОЗ. Например, это формы, связанные с вакцинацией, запись в лист ожидания или ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Следующий способ подачи сообщения в систему – это мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Доступно данное приложение как на iOS, так и на Android платформах. Алгоритм подачи сообщения, аналогичный алгоритм подачи сообщения через виджет на сайте ведомства, который мы с вами рассматривали, на сайте Министерства цифрового развития. На первом шаге заявителю необходимо установить точку геолокации по адресу проблемы с помощью красного маркера. Далее нажать на кнопку «Сообщить о проблеме». Также на карте отмечены черные маркеры с указанием цифр внутренних. Нажав на них, можно ознакомиться с сообщениями других заявителей и ответами на них со стороны органов исполнительной власти. Далее заявителю необходимо описать суть проблемы, при необходимости подгрузить фото или видео проблемы. И после того, как сообщение будет отправлено в систему, у заявителя есть возможность отслеживать статусы обработки сообщения в системе внутри мобильного приложения. Коллеги, мы рассмотрели способы подачи сообщения заявителям. Теперь давайте рассмотрим этапы обработки сообщения в платформе обратной связи. Первый этап, на который попадает сообщение, это этап модерации. Сотрудники в роли модератора занимаются сверхсодержанием сообщения с установленным регламентом. Если причин для отклонения нет, принимают сообщение в работу и направляют его в ведомство. Важный нюанс, коллеги, вы в роли модератора работать не будете. Модерирование сообщений происходит на уровне оператора системы. То есть данный процесс осуществляется на нашей стороне моими коллегами. После этапа модерации сообщение попадает на этап координации. Сотрудник в роли координатора занимается распределением сообщения, перенаправляет его на сотрудника в роли исполнитель, который на этапе исполнения будет заниматься подготовкой ответа. То есть сотрудник в роли исполнителя, получив сообщение от координатора, рассматривает его, подготавливает ответ, после чего направляет подготовленный ответ сотруднику в роли руководителя на этап согласования или на этап утверждения. Здесь необходимо отметить, что этап согласования является необязательным. Он присутствует в ведомствах в том случае, если у ведомства каскадная структура управления, то есть есть отделы и департаменты. Если в ведомстве всего один сотрудник, то тогда этап согласования пропускается. После того, как сотрудник в роли руководителя утверждает подготовленный исполнителем ответ, ответ отправляется заявителем. На каждый этап обработки в системе отводится определенное время. На этап модерации отводится 5% от общего срока обработки. На этап координации также 5%. На этап исполнения 65% от общего срока обработки. На этап согласования 15% и на этап утверждения 10%. Коллеги, в процессе обработки сообщений в системе просьба данные тайминги соблюдать. Далее перейдем к этапу начала работы в системе, процессу авторизации и работы в учетной записи. Для каждого ведомства внутри системы создается личный кабинет организации. Затем внутри личного кабинета организации создаются учетные записи для сотрудников, которые будут работать в системе. После создания учетных записей сотрудникам на личную почту направляется письмо с адреса no-defice-reply-sobacapost.gosuslugi.ru, которая содержит в себе ссылку для подтверждения регистрации. Перейдя по данной ссылке, необходимо привязать учетную запись, созданную в системе, к личной учетной записи на портале госуслуг. Для работы в системе понадобится только браузер, ничего дополнительно скачивать и устанавливать на свой компьютер не нужно. Браузер подойдет любой, за исключением интернет-эксплойер, так как работа в нем может вестись некорректно. Открываем браузер, в адресной строке вводим название ссылки post.gosuslugi.ru.bacoffice. Коллеги, по данной ссылке можно авторизоваться в системе под ролями координатор, исполнитель, руководитель и куратор. И далее оказываемся на странице авторизации в системе. Авторизация осуществляется с помощью ESEA. Необходимо ввести логин и пароль от личной учетной записи на портале госуслуг. Важный нюанс. Необходимо, чтобы личная учетная запись сотрудника на госуслугах имела статус подтвержденный. Это обязательное условие для работы в системе POS. То есть подать сообщение заявитель может с любой учетной записью. Она может быть стандартная, упрощенная или также подтвержденная. Но работать в системе может только сотрудник, у которого подтвержденная учетная запись на ЕПГУ. Далее, пройдя авторизацию, мы оказываемся в учетной записи платформы обратной связи. Любая учетная запись, независимо от роли, состоит из четырех основных блоков. Первый блок находится в верхней части экрана и расположен на черной полосе. Это область управления учетной записью. В правом верхнем углу экрана находится название учетной записи, при нажатии на которое можно осуществить выход из системы. Левее находится название роли, под которой авторизован сотрудник в данный момент. Так как ролей у сотрудника может быть несколько, переключение между ними происходит путем нажатия на название роли. Открывается выпадающий список, в котором необходимо выбрать роль следующую. То есть, коллеги, тоже важный нюанс, что, обратите внимание, переключение между ролями происходит в рамках одной учетной записи. То есть, повторной авторизации для каждой роли не нужно. В центре области управления расположилось название ведомства, в котором работает сотрудник. Так как ведомств может быть несколько, переключение между ними осуществляется аналогично переключению между ролями путем нажатия на название ведомства. Ниже расположились три оставшихся основных блока. Начнем с левой части экрана, с типов сообщений. Типы сообщений бывают новые, подготовлен ответ, в работе, возвращены и так далее. Далее, набор фильтров. С помощью фильтров можно отсортировать список сообщений по необходимому признаку. И в правой части экрана расположился список сообщений. Отображение списка сообщений зависит от выбранного типа сообщений. То есть, если выбран тип сообщений новые, то отображаются только те сообщения, которые только что поступили в ведомство. Если выбран тип сообщений в работе, то отображаются те сообщения, которые находятся в работе. возвращены, соответственно, те сообщения, которые были возвращены. Теперь разберем роли. Первая роль, в которой вам предстоит работать, коллеги, это роль координатора. Основная задача у координатора внутри ведомства – это перенаправлять сообщения на сотрудника с ролью исполнителя. Помимо этого, координатор может перенаправить сообщения в подведомственную, неподведомственную и вышестоящую организацию. Также координатор может брать сообщения в работу самостоятельно. Давайте разберем функционал учетной записи роли координатора. Начнем с левой части экрана, с доступных типов сообщений. Тип сообщений «Новый». Здесь находятся сообщения, которые прошли этап модерации и поступили на этап координации ведомства. Для дальнейшего перенаправления сотрудникам в роли координатор на сотрудника в роли исполнителя. Также здесь могут находиться сообщения, которые были направлены из других организаций. Подготовлен ответ «Ответ заявителю». Здесь находится сообщение, по которым координатор сам занимался подготовкой ответа и подготовленный ответ отправил сотруднику в роли руководителя на этап согласования или утверждения. Перенаправление. Здесь находятся сообщения, которые ожидают перенаправления на уровень неподведомственной организации. Коллеги, данный процесс осуществляется только с утверждения сотрудника в роли руководителя в системе. Тип сообщений в работе. Здесь находятся сообщения, обработкой которых занимается координатор в данный момент. Возвращены в рамках организации. Здесь находятся сообщения, которые координатор направил на исполнителя и данный исполнитель вернул эти сообщения обратно на координацию. Либо же здесь находятся сообщения, которые были обработаны координатором и отправлены на этап согласования или утверждения руководителя и возвращены данным руководителем обратно на этап координации. Возвращены из организации. Здесь находятся сообщения, которые были возвращены из подведомственной или неподведомственной организации. Отложены. Здесь находятся сообщения, по которым руководитель согласовал перенос подготовки ответа заявителю. Срок переноса подготовки ответа не более 30 календарных дней. Отработанные и направленные на исполнение. Здесь находятся сообщения, которые координатор направил исполнителю. Отработанный и подготовленный ответ. Здесь находятся сообщения, по которым координатор сам занимался подготовкой ответа. И перенаправленные. Здесь находятся сообщения, которые были перенаправлены в подведомственную или неподведомственную организацию. Далее перейдем к набору фильтров. Набор фильтров состоит из общих фильтров, которые доступны каждой роли, и частных фильтров, которые доступны... Каждой роли по отдельности. Активный фильтр горит оранжевым цветом, неактивный – серым. Напротив названия набора фильтров находится иконка ластика, при нажатии на которую можно сбросить выбранную фильтрацию. Для начала рассмотрим общий фильтр. Первый общий фильтр – это срок ответа до. С помощью данного фильтра можно отсортировать список сообщений по единой контрольной дате подготовки ответа, которую необходимо выбрать. Далее, только с истекшим сроком ответа. Данный фильтр позволяет отсортировать сообщения, по которым были превышены сроки подготовки ответа, только делегированные автоправилами. Коллеги, что такое автоправило? Автоправило создаются для того, чтобы в автоматическом режиме перенаправлять сообщения в момент подачи его заявителям на подведомственную организацию, исходя из категории или подкатегории данного сообщения, а также дополнительно настраиваемых параметров. Соответственно, с помощью данного фильтра можно отсортировать сообщения, которые были делегированы автоправилами. Только повторное рассмотрение позволяет данный фильтр отсортировать сообщения, которые были отправлены на повторное рассмотрение. Здесь, коллеги, тоже нюанс. В системе присутствует механизм эскалации. Что это такое? Допустим, в ведомство поступило сообщение, исполнитель в нем подготовил ответ на сообщение, руководитель утвердил данный подготовленный ответ и ответ отправился заявителю. У заявителя, в свою очередь, есть возможность оценить подготовленный ответ по пятибалльной шкале. Если заявитель проставляет низкую оценку от 1 до 2 баллов, то заявитель в обязательном порядке далее должен указать причину, по которой он поставил такую низкую оценку. После этого сообщение автоматически возвращается в систему для повторного рассмотрения. Но основная суть механизма эскалации заключается в том, что возвращается сообщение не в то же ведомство, в котором обрабатывалось ранее, а в ведомство на уровень выше, то есть в верхний уровень его РЛПО для повторного рассмотрения. Соответственно, данный фильтр позволяет отсортировать сообщения, которые были направлены автоматически в систему для повторного рассмотрения. Следующий общий фильтр – это источник поступления. ЕПГУ – портал госуслуг, сайт – это виджет на сайте ведомства, МП – мобильное приложение госуслуги «Решаем вместе» и ПОС – это четвертый дополнительный способ подачи сообщений. Данный способ подачи сообщений используется в том случае, если у заявителя нет возможности подать сообщения с помощью интернета. В таком случае заявитель может прийти в МФЦ или позвонить на горячую линию, и сотрудник МФЦ или оператор колл-центра, находясь в системе под специальной ролью оператора приема обращений, займутся подготовкой сообщения для его отправки в систему. Коллеги, данный способ подачи сообщения является необязательным и определяется на уровне субъекта самостоятельно. Далее, общий фильтр по типу сообщения позволяет отсортировать сообщения с признаком фасттрека, либо все сообщения, независимо от того, есть ли у сообщения признак фасттрека или нет. Общий фильтр по региону, по организации исполнителю, по категории, подкатегории и факту. Теперь разберем частные фильтры, которые доступны в роли координат. Первый частный фильтр находится в типе сообщения «Новое». Это частный фильтр по стадии, то есть после модерации, из СЭД, из вышестоящей организации, из ниже стоящей, из неподведомственной организации, либо это повторное рассмотрение. Далее, возвращены в рамках организации частный фильтр, возвращено с исполнения или с согласования. Возвращены из организации частный фильтр, возвращено из другого ведомства, ниже стоящей организации, в вышестоящую организацию. Также отработанный подготовлен ответ. По типу ответа «Решено», «Не решено», «Отложено», «Отклонено» и перенаправлено в подведомственную, неподведомственную или вышестоящую организацию. Теперь разберем список сообщений. В верхней части данного блока находится область сортировки выбранного списка сообщений. Отсортировать список можно по дате сообщения, по сроку на стадию и по сроку на ответ. Выбрав необходимый параметр и нажав на кнопку «Обновить», данный параметр будет применен. При необходимости можно воспользоваться кнопкой «Поиск», то есть найти конкретное сообщение по его номеру из всего списка сообщений. В нижней части данного блока расположились варианты выгрузки сообщений на одну страницу, то есть 10 сообщений, 50 сообщений или 100 сообщений будет отображаться на одной странице. Теперь рассмотрим краткую информацию о сообщении. Первое – номер сообщения, далее категория, подкатегория, источник поступления сообщения в систему. Также здесь может отображаться наличие или отсутствие признаков фасттрека у сообщения. Ниже – текст сообщения, регион заявителя, организация и исполнитель, адрес проблемы. Под всем вышеперечисленным находятся три параметра. Первый параметр – поступление сообщения в систему, то есть время и дата поступления сообщения. Второй параметр – общий срок подготовки ответа по сообщению, то есть до какого числа необходимо подготовить ответ по данному сообщению. И третий параметр – это время, отведенное на конкретный этап обработки сообщения в системе. Первые два параметра являются неизменяемыми, третий параметр является изменяемым, так как на каждый этап обработки сообщения отведено конкретное время. Если время на подготовку ответа превышено, то данный параметр загорается красным цветом и имеет знак минус. Теперь рассмотрим карточку сообщений. Карточка сообщений состоит из двух основных блоков. В правой части экрана находится область предпросмотра файлов, которая, в свою очередь, поделена на несколько разделов. Первый раздел – это файлы к сообщению. Здесь находятся файлы, которые заявитель приложил к своему сообщению. Файлы для работы – здесь будут находиться файлы, которые были приложены для внутренней коммуникации между сотрудниками внутри ведомства. То есть заявителю данные файлы недоступны. Файлы для ответа – здесь находятся файлы, которые будут доступны заявителю. В левой части экрана находится информация о сообщении. Номер сообщения ниже – общий срок подготовки сообщения в системе, до какого числа необходимо подготовить ответ. Под общим сроком – время, отведенное на конкретный этап обработки сообщения в системе. И под данными параметрами мы видим несколько блоков. Первый блок – информация о сообщении. Раскрывая его, первое, на что стоит обратить внимание, это полирегистрационный номер и дата регистрации. Коллеги, напомню, что платформа обратной связи предназначена для обработки сообщений, а не обращений. Но если на уровне ведомства возникла необходимость все-таки переквалифицировать сообщения в обращении, то есть чтобы 59-й федеральный закон регулировал процесс обработки, то сделать это можно путем нажатия на иконку карандаша. Появляются два дополнительных поля, в которых необходимо указать регистрационный номер и дату регистрации. Затем необходимо нажать на кнопку «Сохранить» и сообщение будет переквалифицировано в обращение, и 59-й федеральный закон будет регулировать процесс обработки и подготовки ответа. Но даже если сообщение было переквалифицировано в обращение, процесс обработки его в системе не меняется. Далее в данном блоке содержится информация о статусе сообщения, о категории, подкатегории и факте, организации и исполнители, дата подачи, источник поступления сообщения в систему, наличие или отсутствие признаков астрека. Следующий блок «Заявитель». В данном блоке находится вся информация о заявителе. В блоке «Текст сообщения» содержится информация о тексте сообщения, регионе и адресе проблемы. Ниже блок «Приложенные файлы». В нем находятся файлы, которые заявитель приложил к своему сообщению. Ниже блок «Ход работ». Здесь будут перечислены все этапы, которые сообщение будет проходить в процессе обработки системы. Ниже функциональная кнопка «Экспорт в PDF». При нажатии на нее можно скачать либо просто информацию о сообщении, либо архив с файлами, то есть в котором будет содержаться и информация о сообщении, и файлы, которые приложил заявитель к своему сообщению. Коллеги, теперь рассмотрим функциональные кнопки, которые присутствуют в роли координатора в карточке сообщения. Первая функциональная кнопка находится в блоке «Информация о сообщении». Это функциональная кнопка «Редактировать». При нажатии на нее у координатора есть возможность изменить категорию, подкатегорию и факт у сообщения. Следующая функциональная кнопка «Назначить исполнителя». При нажатии на нее открывается одноименная форма, в которой у координатора также есть возможность поменять категорию, подкатегорию и факт у сообщения. При необходимости оставить комментарий или подгрузить файл для внутренней коммуникации. И далее необходимо из выпадающего списка выбрать сотрудник в роли исполнителя, на которого координатор будет перенаправлять данное сообщение. Коллеги, прошу обратить внимание, что напротив фамилии и отчества сотрудника в роли исполнителя находится цифра в скобках. Данная цифра говорит о том, сколько сообщений находится в работе в данный момент у этого исполнителя. Обратите внимание, что у некоторых меняется данный показатель. После того, как сотрудник будет выбран, необходимо нажать на кнопку «Отправить» и сообщение будет перенаправлено к выбранному исполнителю. Следующая функциональная кнопка «Назначить ответственную организацию». При нажатии на нее открывается одноименная форма, при заполнении которой координатор может перенаправить сообщение на уровень подведомственной организации. Аналогично предыдущим формам координатор имеет возможность поменять категорию под категорию факту сообщения, оставить комментарий или подгрузить файл для внутренней коммуникации, выбрать подведомственную организацию. И в нижней части данной формы находится чекбокс без права подписи. Если данный чекбокс выключен, а по умолчанию он всегда выключен, то сообщение будет перенаправлено в подведомственную организацию. Там будет подготовлен ответ, утвержден руководителем и отправлен данный ответ заявителю. Если чекбокс включен, то сообщение также будет направлено в подвед, там ответ будет сформирован, утвержден руководителем подведа, но подготовленный ответ не отправляется заявителю, а возвращается обратно в верхнеуровневый ЛКО. Здесь есть два варианта. Вернется данный подготовленный ответ руководителю. Это необходимо тогда, когда руководителю верхнеуровневого ЛКО необходимо проверить подготовленный подведом ответ. Для этого необходимо выбрать сотрудников в роли руководителя либо на этап согласования, либо на этап утверждения. Этап утверждения является обязательным, и один и тот же сотрудник не может быть выбран и на этап согласования, и на этап утверждения. Либо же подготовленный под ведом ответ вернется обратно в верхнеуровневую ЛКО, но координатору. Это необходимо в том случае, если к подготовке ответа необходимо подключить несколько под ведомственных организаций, то есть чтобы каждая под ведомственная организация готовила свою часть ответа. После этого, нажав на кнопку «Отправить», сообщение будет перенаправлено в под ведомственную организацию. Следующая функциональная кнопка «Перенаправить». При нажатии на нее открывается одноименная форма, у координатора также есть возможность поменять категорию под категорию факту сообщения, оставить комментарий или подгрузить файл для внутренней коммуникации между сотрудниками, выбрать из списка не под ведомственную организацию. И напомню, что данный процесс осуществляется только после утверждения сотрудником в роли руководителя, поэтому необходимо из выпадающего списка выбрать сотрудника в роли руководителя, который будет утверждать данное перенаправление вне под ведомственную организацию. И четвертая функциональная кнопка «Взять в работу». При нажатии на нее функциональные кнопки будут аналогичны функциональным кнопкам в роли исполнителя, так что данные кнопки мы рассмотрим в роли исполнителя. К ней мы и переходим. Роль исполнитель. Основная задача данной роли – это рассмотрение и подготовка ответа на сообщение. Давайте рассмотрим функционал учетной записи роли исполнителя. Начнем с левой части экрана, с доступных типов сообщений. Первый тип сообщений – это «Новые». Здесь находятся сообщения, которые поступили на этап исполнения, то есть были перенаправлены сотрудникам в роли координата. Тип сообщений в работе. Здесь находятся те сообщения, по которым исполнитель занимается подготовкой ответа в данный момент. Возвращены. Здесь находятся сообщения, которые исполнитель отправил подготовленный ответ на этап согласования или утверждения сотрудника в роли руководителя. И данный руководитель вернул данный подготовленный ответ обратно на этап исполнения. Обработанные и направленные на согласование. Здесь находятся сообщения, которые исполнитель отправил на этап согласования или утверждения сотруднику в роли руководителя. Возвращены на координацию. Здесь находится сообщение, которое исполнитель вернул на этап координации. Коллеги, на фильтрах в данной роли мы останавливаться не будем, так как общие фильтры мы рассмотрели с вами в роли координатор, частных фильтров у исполнителя нет. Переходим сразу в карточку сообщения. Разберем функциональные кнопки, которые находятся в роли исполнителя в карточке сообщения. Первая функциональная кнопка вернуть на координацию. При нажатии на нее открывается одноименная форма, в которой исполнителю необходимо указать причину возврата, подгрузить при необходимости файл для внутренней коммуникации и нажав на кнопку отправить сообщение будет возвращено на координацию. Функциональная кнопка «Подготовить ответ». При нажатии на нее открывается одноименная форма, в которой исполнитель занимается основной работой, то есть подготовкой ответа. Первое, что необходимо сделать при заполнении данной формы, это выбрать тип ответа. Тип ответа «Решено», «Не решено», «Отложено», «Отклонено». Далее, исходя из выбранного типа ответа, необходимо в поле «Текст ответа», которое является обязательным для заполнения, сформировать ответ. Текст ответа есть возможность редактировать. Также в данном блоке находятся дополнительные блоки, такие как FIO заявителя, номер сообщения, наименование ЛКО, дата создания сообщения в системе. С помощью данных блоков при нажатии на них в текст сообщения будет подставляться информация из карточки сообщения. Например, FIO заявителя, номер сообщения, наименование ЛКО, дата создания сообщения. Ниже находится функциональная кнопка «Загрузить файл». При нажатии на нее у исполнителя есть возможность загрузить файл для полного ответа. Под данной кнопкой находятся должности и фамилии, имя, отчество сотрудника, который занимался подготовкой ответа. Заявителю данная информация недоступна, то есть подготовленный ответ заявителю приходит от ведомства в целом. Ниже при необходимости можно оставить комментарий или подгрузить файл для внутренней коммуникации. И затем необходимо выбрать сотрудника в роли руководителя либо на этап согласования из выпадающего списка, либо на этап утверждения. Этап утверждения является обязательным. Один и тот же сотрудник не может быть выбран и на этап согласования, и на этап утверждения. При выборе типа ответа «Отклонено» необходимо указать причину отклонения. Сделать это можно путем выбора причины из выпадающего списка. Далее функциональная кнопка «Переназначить исполнителя». При нажатии на нее открывается одноименная форма, в которой необходимо из выпадающего списка выбрать сотрудника в роли исполнителя, которому будет переназначено данное сообщение, при необходимости оставить комментарий или подгрузить файл для внутренней коммуникации. Коллеги, это все, что касается роли исполнителя. Переходим к роли руководителя. Основная задача у роли руководителя – это согласование и утверждение подготовленных ответов. Также у руководителя возможность согласования и утверждения перенаправления сообщения на уровень неподведомственной организации. И также руководитель может просматривать отчеты и статистику по обработке сообщений в его ЛКО. Но к данному блоку мы вернемся в роли куратор, так как функционал у них полностью дублируется. Рассмотрим функционал учетной записи роли руководителя. В левой части экрана доступны типы сообщений, подготовленные ответы из организации. Здесь находится сообщение, по которым необходимо утвердить подготовленный исполнителем или координатором ответ. На перенаправление. Здесь находится сообщение, по которым необходимо утвердить перенаправление сообщений на уровень неподведомственной организации. Обработанные отправленные заявителю. Здесь находятся сообщения, ответы, по которым руководитель утвердил и они были направлены к заявителю. Перенаправленные. Здесь находятся сообщения, которые были перенаправлены в подведомственную или не подведомственную организацию. Отклоненные. Здесь находятся сообщения, которые руководитель вернул на этап исполнения или этап координации для доработки. Набор фильтров. Общие фильтры мы с вами рассматривали. Частные фильтры, которые доступны в роли руководителя. Давайте рассмотрим. Первый частный фильтр. Подготовлен ответ из организации. Это фильтр действия, то есть это на утверждение или на согласование поступило сообщение. И тип ответа у сообщения. Решено, не решено, отложено, отклонено. Далее. Отработанные, отправленные заявителю. Частный фильтр по оценке. То есть можно отсортировать список сообщений по оценке, которую проставил заявитель на подготовленный ответ. Теперь переходим в карточку сообщения в роли руководителя. Обращаю ваше внимание, коллеги, что в информации по сообщению добавилось два дополнительных блока. Первый блок – это ответ заявителю. В данном блоке содержится вся информация о сообщении, о подготовленном ответе по данному сообщению. И второй блок – это маршрут согласования. В данном блоке содержится информация о том, был ли ранее подготовленный ответ согласован другим сотрудникам в роли руководителя, или же сообщение сразу поступило на этап утверждения. Ниже – ход работ. Коллеги, здесь продемонстрирую вам отображение всех этапов, которые проходило сообщение в процессе обработки внутри системы. И теперь рассмотрим функциональные кнопки, которые присутствуют в роли руководителя. Первая функциональная кнопка – это кнопка «Отклонить». При нажатии на нее открывается одноименная форма, в которой необходимо в обязательном для заполнения текстовом поле описать причину отказа. При необходимости подгрузить файл для внутренней коммуникации и нажав на кнопку «Сохранить», сообщение будет отклонено и возвращено на этап исполнения или координации. Функциональная кнопка «Изменить ответ». При нажатии на нее открывается одноименная форма, в которой у руководителя есть возможность изменить ответ, поменять тип решения, возможность отредактировать текст, подгрузить файлы, либо же подгрузить файлы для внутренней коммуникации. Нажав на кнопку «Отправить», изменение вступит в силу. Следующая функциональная кнопка «Передать право утверждения». При нажатии на нее открывается также одноименная форма, в которой из выпадающего списка необходимо выбрать другого сотрудника в роли руководителя, которому будет передано право утверждения подготовленного ответа по данному сообщению. При необходимости можно оставить комментарий или подгрузить файл для внутренней коммуникации, и нажав на кнопку «Отправить», сообщение будет передано другому руководителю. И последняя функциональная кнопка – это кнопка «Утвердить». При нажатии на нее подготовленный ответ будет утвержден и отправлен заявителю. То есть никаких дополнительных форм не будет появляться при нажатии на данную кнопку. То есть все, как только вы нажимаете на данную кнопку, ответ отправляется сразу же заявителю. Это все, что касается роли руководителя. Переходим к роли куратора. Основная задача данной роли – это контроль обработки сообщения ведомства. Поэтому основное действие у куратора происходит в блоке «Отчеты». Давайте их рассмотрим. Первый набор отчетов – это статистика просрочек. Данный набор отчетов сегментируется, в свою очередь, по статистике просрочек по регионам, по темам, по времени просрочки, по источнику сообщений. Количество просроченных сообщений по регионам с визуализацией на карте. Это графический вариант отображения данных. На карте цвет региона зависит от количества просроченных сообщений в нем, согласно цветовой схеме. Фильтры – период, тип сообщений – это просроченные открытые сообщения или просроченные закрытые сообщения. Регион – категория. Далее, срез количества просроченных сообщений по регионам, но в табличном варианте отображения данных. В таблице видим «Регион», «Категория», «Подкатегория», «Факт», «Общее количество просроченных сообщений» в данном регионе. При необходимости можно более детально просмотреть, в какой именно категории и подкатегории находятся просроченные сообщения. Фильтры, аналогичные предыдущему отчету. «Период», «Тип сообщений», «Регион», «Категория». Далее, срез количества просроченных сообщений по темам. Табличный вариант отображения данных. В таблице находится категория под категорией «Факт». Общее количество просроченных сообщений в данной категории. При необходимости можно более детально просмотреть, в какой именно категории находятся просроченные сообщения. Фильтры, аналогичные предыдущим отчетам, период, тип сообщений, регион, категория. Количество просроченных сообщений по темам с визуализацией на диаграмме. Отображение данных в виде диаграммы, в которой каждому цвету соответствует название категории. При нажатии на название категории можно либо убрать отображение данной категории на диаграмме, либо наоборот добавить. Фильтры, аналогичные предыдущим отчетам, период, тип сообщений, регион, категория. Далее. Количество просроченных сообщений по времени просрочки на диаграмме. Данные отображаются в виде диаграммы, на которой каждому цвету соответствует количество просроченных дней. Фильтры, аналогичные предыдущим отчетам, период, тип сообщений, регион, категория. Срез количество просроченных сообщений по времени просрочки, но в табличном варианте отображения данных в таблице находится диапазон времени и общее количество сообщений согласно данному диапазону. Фильтры, аналогичные, период, тип сообщений, регион, категория. Далее. Срез количество просроченных сообщений по источнику. Табличный вариант отображения данных. В таблице находится источник поступления сообщений в систему и сумма просроченных сообщений. Фильтры, период, тип сообщений, регион, категория. Следующий набор отчетов – это динамика сообщений с ответами. Первый отчет в данном блоке по каждому календарному дню за месяц. Графический вариант отображения данных. На графике видим сегментацию выбранного периода по дням и количество поступивших сообщений в этот день. Фильтры, период, регион, категория. Далее. По дням недели в виде исторической диаграммы. Аналогичный вариант графического отображения данных. Фильтры только по периоду. Период, соответственно, в рамках недели. По ответам в двух разрезах – историчность и наличие ответа. Табличный вариант отображения данных. В таблице видим сегментацию на закрытые сообщения, то есть те, которые были обработаны, по которым был подготовлен ответ, и сообщения без ответа. А также выбранный период сегментируется на каждый день. Фильтры, соответственно, только по периоду. Далее. По ответам в двух разрезах – историчность и регионы. Табличный вариант отображения данных. В таблице находится регион, категория, подкатегория, факт. И далее сегментация по каждому дню в рамках выбранного периода. Далее. По ответам сообщений по каждому ЛКО за последний день, за последнюю неделю и за последний месяц, все три отчета имеют табличный вариант отображения данных. В таблице находится ЛКО, то есть личный кабинет организации, общее количество сообщений в нем. И сообщения делятся на те сообщения, по которым был подготовлен ответ, и те сообщения, которые находятся в работе. Далее. Сводный отчет по сообщениям. Данный отчет является наиболее удобным, так как его можно формировать самостоятельно с помощью показателей, которые находятся в блоке «Все поля». Чтобы сформировать отчет, необходимо выбрать нужный показатель, зажать его правой кнопкой мыши, например, мне необходим показатель «Источник», и перетащить его в блок «Строки». Далее. В блоке «Колонки» необходимо поместить категорию сообщения. Для этого правой кнопкой мыши аналогично зажимаем данный показатель и перетаскиваем его в блок «Колонки». После этого необходимо нажать на функциональную кнопку «Получить данные», и таблица будет сформирована. То есть здесь у нас источник поступления сообщения в систему, здесь все категории, которые доступны в данном личном кабинете организации. При необходимости можно выбрать какой-то конкретный источник поступления сообщения в систему. Для этого необходимо нажать на стрелку и открыть выпадающий список. Аналогично с категорией сообщения можно выбрать какую-либо конкретную категорию. Функциональные кнопки. Функциональная кнопка «Экспорт». При нажатии на нее данный отчет будет скачен в Excel-формате на компьютер. Функциональные кнопки «Развернуть все строки» или «Свернуть все колонки». При нажатии на них позволяют свернуть или развернуть все строки или колонки в таблице. Получить данные. Соответственно, при нажатии на данную кнопку можно получить данные согласно выбранным параметрам. И свернуть, развернуть меню параметров, то есть отображение в меню параметров. Далее фильтры, которые доступны в данном отчете. Это возраст заявителя, период создания сообщений в системе, плановая дата ответа. Также присутствуют варианты отчетов. Это динамика поступления сообщений в системе. Это графический вариант отображения данных, в котором будет детализация поступивших сообщений по дням согласно выбранному периоду. Просроченные сообщения – табличный вариант отображения данных. При необходимости можно нажать на числовой показатель и просмотреть информацию о сообщениях более детально. Либо это будет список сообщений, либо можно открыть конкретную карточку информации внутри данного окна. Далее отобразить медиану удовлетворенности. Табличный вариант отображения данных в таблице будет отображаться проставленные заявителем оценки. Количество поступивших решенных перенаправленных сообщений. Аналогично табличный вариант отображения данных. В таблице видим сегментацию на количество поступивших, количество решенных и количество перенаправленных сообщений в рамках одной категории. Далее варианты представления данных. Это таблица, круговая диаграмма и столбчатая диаграмма. Далее тепловая карта по количеству сообщений Графический вариант отображения данных на карте цвет региона зависит от количества поступивших сообщений в него согласно выбранному периоду Цвет региона определяется согласно цветовой схеме Фильтры период, категория, возрастная группа Далее тепловая карта по удовлетворенности Также графический вариант отображения данных на карте цвет региона будет зависеть от проставленных оценок на подготовленные ответы согласно цветовой схеме Фильтры период, категория проблемы, возрастная группа И последний отчет, это отчет по сообщениям Данный отчет в системе не отображается Его можно только скачать на компьютер в Excel формате Перед этим необходимо выбрать ЛКО, то есть личный кабинет организации из выпадающего списка категорию Задать период создания сообщений в системе и период планируемого ответа Нажать на кнопку экспорт и данный отчет будет скачан в Excel формате на личный компьютер Коллеги, мы рассмотрели блок отчеты Но у куратора также есть возможность наблюдать за процессом обработки сообщений Давайте рассмотрим функционал учетной записи куратора Типы сообщений Это блок сообщения, личный кабинет организации В фильтрах, общие фильтры мы с вами рассматривали У куратора есть частный фильтр по стадии То есть на каком этапе обработки в системе сообщение находится в данный момент Это этап модерации, этап координации, исполнения, согласования, утверждения Или это этап, который говорит о том, что сообщение было отправлено заявителям По функциональным кнопкам в карточке сообщения у куратора таковых нету Но если отфильтровать список сообщений только с истекшим сроком ответа Появляется функциональная кнопка отправить уведомление При нажатии на нее открывается одноименная форма В которой у куратора есть возможность выбрать способ информирования сотрудника О том, что его сообщение, срок подготовки ответа по нему истек Первый способ информирования это уведомить сотрудника в ARM ARM это автоматизированное рабочее место То есть уведомление о том, что срок подготовки ответа по сообщению истек Поступит сотруднику внутри системы в виде всплывающего окна в левой части экрана Второй способ информирования уведомить сотрудника по почте То есть уведомление поступит сотруднику на личную почту О том, что срок подготовки по его сообщению истек При необходимости можно выбрать обы способы информирования сотрудникам. Коллеги, в целом это все, что я хотел бы рассказать вам в рамках данного вебинара. Давайте вернусь в чат, чтобы просмотреть вопросы. Продолжение следует... В таком случае данное обращение будет регулироваться 59-м федеральным законом. Коллеги, на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня. До свидания. Продолжение следует...